ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Сегодня в программе чемпионата мужская командная гонка на 10 километров с двумя огневыми рубежами, так называемый командный спринт. На ваших экранах команды, которые становились в разные годы чемпионами мира, а она вошла в программу чемпионата, это командная гонка с 89-го года. И вот вы видите, что дважды побеждала сборная Советского Союза в 89-м и 91-м годах. А вот сборная России еще одних медалей не завоевывала. В прошлом году в Рупальдинге наша команда выиграла серебряные медали. Сразу же хочу сказать, что на старт сегодня выйдет 21 команда и уходить на дистанции не будут с интервалом в одну минуту. Вот видите, что первые будут стартовать четверка из Казахстана, затем венгрии, японцы, украинцы, Словения. А вот сборная России будет, уйдет со старта под 20-м номером. И сразу же скажу, что в составе нашей команды сегодня выступают Владимир Драчев, Павел Муслимов, Сергей Тарасов и Виктор Майгуров. А последними будут сегодня стартовать чемпионы мира прошлого года команда Белоруссии. Причем выступать она будет в том же самом составе, в котором в прошлом году они выиграли звание чемпионов. Так что пока из всех, из семи команд, которые закончили первую стрельбу, ни одной из команд не удалось стрелять без промаха. На старте команда Норвегии. У норвежцев 18-й номер, а после них через минуту пойдут одни за другим призеры прошлого, прошлогоднего чемпионата. Сначала итальянцы, затем сборная России и последними команда Белоруссии. Три штрафных круга получает команда Белоруссии. А на стрельбичи выходит команда Швеции. Позвавляет ее Михаил Левгрен. Это довольно известный спортсмен, который еще в 89-м году был чемпионом мира среди юниоров. Стреляет шведская команда. Заканчивается последний веселок. Последний драма. Первая команда, первая команда, которая не допустила ни одного промаха. Да, это вы в положении. Их школы будет ориентированы для всех остальных команд. Ну, а вот мы сейчас видим прекрасно то, о чем вы говорили, что возможно переплеты, поскольку на огневом рубеже уже в положении стоя. Команда, выступающая под первым номером, команда Казахстана. Два промаха, два штрафных круга. Три круга штрафных имеют итальянские спортсмены. Да, и вот, и вот наша команда. Очень важный, очень напряженный момент. Нам сейчас показывают спортсмены в Швеции, которые являются лидерами, одними из лидеров после первого огневого рубежа. Итак, у нас стреляют Володя Драчев и Павел Муслимов. Володя Драчев и Санкт-Петербург, армейский спортсмен. А Павел Муслимов и Саша Казахстана. Шведы допустили четыре промаха, и, по-моему, пора уже. Вот, наконец-то, режиссер трансляции переключился на наших ребят. Паша Муслимов, молодец. Володь. Последний коронный выстрел. Молодец. Немножко медленнее, чем обычно стрелял Володя Драчев, но это все-таки, наверное, большее чувство ответственности у него перед командой. Потому что на всех предыдущих соревнованиях, по фьюст-старте, он именно последний выстрел на трех рубежах пускал мимо. Итак, команда Белоруссии. На огневом рубеже. Ну, а наша сборная сейчас должна переместиться и оттеснить. Да, оттеснили поляков на вторую позицию после первой стрельбы. Причем наша команда опережает сборную Польши, которая идет второй, на 15 секунд после первой стрельбы. Всего на 15 секунд. Это не такой большой разрыв. Вот ориентир 9, 10 и 1 десятая секунды. Это время нашей команды после. А вот здесь уже у белорусов один в форумах есть. Стреляют из положения лежа Олег Роженков и Петр Ивашко. Последний выстрел Ивашко. Один штрафной круг. И допустил его бронзовый призер Олег Роженков, который был призером на спринтерской дистанции здесь на чемпионате мира. Ну а вот мы видим, что одна из команд, команда Казахстана, уже завершила гонку. Итак, итальянцы очень плохо провели первую стрельбу. У них три промаха было и, в общем-то, они ни на что не претендуют. А вот финиширует команда Словении. Пока по времени Словении ведут немцев. Словении ведут немцев. Да, вот решающий момент всей гонки. Чемпион и вице-чемпион этого чемпионата. Да, что-то случилось. Вот драматический момент и потеряны все шансы. Обидно. Да, совершенно неожиданно закончили стрельбу наши спортсмены. Совершенно неожиданно. И поэтому шансы Германии выросли сразу. Она фактически стала единоличным лидером. На втором месте пока команда Словении проигрывает 5-4 секунды. На третьем месте команда Финляндия. А к финишу приближается команда Словакии. Как и говорят, анализ дома. Вот Хованцев входит, немножко опустив голову. Естественно, я еще раз говорю, что было много дебатов по вопросу состава, который должен был стартовать на сегодняшний день. Но не будем спешить. На стрельбище белорусские спортсмены. Последние выстрелы с Ашуриной Поповым. Молодец. Все, без штрафа уходит команда Белоруссии. И белорусы имеют реальное зарядное шансы повторить свой успех, которого они добились в прошлом году в рукбольдинге. Итак, Белоруссия или Германия. Я говорил, что после стрельбы огневого рубежа им надо пройти метров 250. И сейчас вот будет отметка, с каким же результатом спортсмены Белоруссии уходят на дистанцию. И вот появилась команда Белоруссии. Они придерживаются немножко другой тактии. Один чуть-чуть везут в отрыв для того, чтобы остальные за ним подтягивались. Но естественно, он все время смотрит назад, чтобы не потерять своих товарищей на дистанции. Это Вадим Сашурин идет, первым лидирует у них. Разрыв между участниками одной команды не может быть более 15 секунд на финише. И так пока Германия, Польша, Норвегия. Команда Австрии на финише. В Астрице было очень много промахов. По-моему, больше даже, чем у нас. Семь промахов. И все ждут команду Белоруссии. Вот Вадим Сашурин впереди. Занима Эйдаров, Попов и Рыженков. Олег Рыженков и тут Саши. Это финишировали итальянцы. Да. Финишировали итальянцы. А вот к фидишной прямой приближается сборная Белоруссии. Сейчас нам должны показать время. Да, вот команда Белоруссии. Команда Белоруссии второй год подряд выигрывает командный спринт. Поздравляем с прекрасной победой. Два года подряд это очень хороший результат. Но выступление российской команды сегодня было неудачным. Но что делать? Вот видите, 24 секунды всего выиграли белорусские спортсмены у команды Германии. Но белорусские спортсмены имели один штрафной круг. Пробу запустил Олег Рыженков, а команда Германии имела два штрафных круга. То есть по ходу практически они шли в одно и то же время. Вот сейчас показывают наших спортсменов. Виктор Майгуров, Сергей Тарасов, Павел Муслимов и Владимир Трачев. Самые именитые спортсмены, одни из самых именитых спортсменов мира. Но сегодня не получилось, к сожалению. Вероятно, им очень хотелось. А это не всегда сочетается желания и возможности. Четыре промаха Сергея Тарасова перечеркнули все надежды на успех в этой гонке. Все так складывалось хорошо. Кстати, и Сергей тоже совершенно неожиданно на скойке тоже имел три штрафных круга в подъемке. Итак, финишируют наши ребята. Без особого эдузиазма, естественно. Ну что ж, борьба есть борьба. И надо делать из-за всего правильные уроки. Потому что программа чемпионата мира длинная. Вот о чем мы говорили с спортсменами, что где-то надо выдерживать тактику. Не все, кажется, брать на себя лидером команды. Давать возможность выступать и другим спортсменам. Но вроде бы они все согласились с тем, что лучше работать в постоянном соревновательном ритме. Для того, чтобы показать нормальные результаты в гонке на 20 километров и в эстафете. Впереди еще много соревнований. Будем ждать и надеяться, что наши спортсмены мобилизуются. Как говорят, за одного битого, двух небитых дают. И покажут все-таки результаты, на которые они способны. А я хотел бы поздравить команду Беларуси. Это ровный, ровный, хороший состав. Они тактически грамотно прошли дистанцию. Позиции позволяло им вносить соответствующие коррективы в ход гонки. Они всех держали на прицеле. И выдержали тот необходимый разрыв, для того, чтобы второй раз подряд завоевать золотые медали в команды Гонки на чемпионате мира. Первая золотая медаль у команды Беларуси на этих соревнованиях. И первая медаль немецкой команды. Первое серебро. Но это только начало. Это середина чемпионата и начало успешных выступлений белорусских и немецких спортсменов. И также первые медали и у команды Пульсе. Они выигрывают бронзу. Команда Польши допустила три промаха. Но они все-таки походу показали сегодня хороший результат. Потому что норвежцы имеют всего два промаха. А норвежская команда все-таки это сильная команда. В составе которой ведущие спортсмены мира. Единственное, не знаю, с ребятами мы еще не говорили. Может быть что-то было допущено и в смазке. Но во всяком случае походу, первую часть дистанции они шли нормально. Вот нам показывают Сашу Попова. Команда Белоруссии. Идет к победному финишу. А я еще раз назову имена на сегодняшних чемпионов мира. Олег Рыженков, Петр Ивашко, Александр Попов и Вадим Шашурин. Второй год подряд. Тем же, кстати, самым составом. Мы уже об этом говорили. И второй год подряд становятся чемпионами мира в командном спринте. Спереди Рыженков, за ним Сашурин, затем Айдаров. И Ивашко, и Вадим Шашурин, и Попов. Итак, закончилась командная гонка. Сейчас все готовятся к презентации. Обычная процедура. Я хотел вас спросить. Завтра на нашем канале очередная трансляция. Женская гонка. 15 километров. Кто побежит у нас. Ну, значит, вчера тоже были дискуссии. Сегодня немножко там утром продолжились. По поводу состава наших спортсменов, которые будут стартовать на 15 километров. Вчера провели небольшое собрание. И Олера Масько и Надя Доланова правильно поняли ситуацию.